Картина, кровать, ящик, цветок, кресло. Со всем можно взаимодействовать. На улице виден дождь. Ебать. Лифчики, сумки, все что угодно, только кроме наших вещей. А где мои вещи? Всем привет, господа, меня зовут Вячеслав. Это канал Bely4Games. Давненько уже на канале не было новых видео. Все это связано с банальным отсутствием времени. Сегодня мы посмотрим на очередную игру из стима под названием... 12 минут. Отзывы у игры очень положительные. И нам расскажут о том, что наш главный герой попал во временную петлю. Давайте будем разбираться, как это произошло и как нам из нее выбраться. Она Пурна Интерактив представляет. Не слышал об этой студии, возможно она новая. А возможно я просто о ней не слышал без понятия. Судя по всему, это актеры, которые принимали роль в озвучивании. Я надеюсь мы не будем просто ждать 12 минут, пока нам покажут всех ребят, которые принимали участие в проекте. Я не хочу это скипать, потому что возможно сейчас начнется интересный какие-то развязки, сюжет внезапно. Знаешь, я просто не хочу это пропустить. Я так понимаю, что мы начнем играть, когда Большая Стрелка подойдет к 12. Пока можем почитать ребят, которые принимали участие в проекте. Довольно много людей работали над этой игрой. Музыка Нел Боунс. Очень долгая заставка у этой игры. Просто люди, которые, знаешь, не обладают достаточным терпением, они могут просто это все выключить и забить на игру, не желая как бы дальнейшую. Но что сейчас нам показывают? В самом начале игры нам просто представляют людей, которые работали над игрой. Это должно, по-моему, быть в конечных титрах. Если вы хотите так показать ребят, которые работали над проектом, то сделайте это в конце игры, я считаю, а не в самом начале. Так, что с разрешением у нас? Давайте поставлю вот такое, потому что у меня именно такого разрешения монитор. Русский и назад. Все, продолжаем. Прикольно сделали то, что я выбираю мышью, ну точнее роликом, что именно я хочу сделать, точнее куда нажать. Это картина, просто я думал это полка с книгами. Ладно. Я выбираю вот левым стиком место, к которому я хочу пойти и с чем взаимодействовать, и я к нему иду. Интересная механика. А какая же квартира наша? Давайте так, здесь закрыто. Ребенка разбудил, но ничего страшного. Нам не покажут, какая дверь моя, и я должен, наверное, потыкаться во все двери. Интересно, захочет ли кто-нибудь снять эту квартиру? Мне нужно зайти свою. Заперто. Черт, забыл свои ключи. Надеюсь, запасные все еще здесь. Я уверен, что они в растении. Почему-то. Настоящий камень. Переместите курсор вверх, чтобы открыть инвентарь. Я не совсем понял, как он из камня извлек ключ, но да ладно. Нажмите место вне выбранного предмета, чтобы выйти. А как применять? Получается, вот эту штуку мы юзаем сюда. И на дверь? Или он сам его применит? Я не понимаю. Заперто. Ну окей. А нет, входной двери. Это ясно. Нажмите А и отпустите, чтобы объединить с другими предметами. Смотри-ка. Я нажимаю на ключ. И нажимаю на дверь. Замок. Может мне прямо на замок надо навести? Как-то странно это работает. Прям на замок? Серьезно? Замок. Ты издеваешься надо мной или куда? Ну вот, а? И что? И сейчас мне нужно выбрать ключ? Зажимать. Вот, блядь. Он говорит, нажмите и отпустите, понимаешь? Нажмите и отпустите. А нужно зажать. Да, гениально. Сведения о назначении клавиш находятся в настройках. Эй, детка, я дома. Люблю тебя. Я выйду через минуту. А я уже могу, да, управлять, как-то играть. Приветчик. Здорово. Не слышала, как ты пришел. Это самый лучший вечер. Угадай, кто готовил обед. Дай знать, когда будешь готов. Так, готов покушать, да? Ну, я первым делом, когда прихожу домой, я иду мыть руки. Это, наверное, ванна. Вот она отсюда выперлась. Давайте тогда помоем руки и пойдем пожрем, получается, да? Ты не хочешь, да, взаимодействовать никак? Ясненько. А что с тенями? Есть тут параметры? Не знаю, врубим полноэкранный. Мне не нравятся тени, они какие-то размытые. Сглаживание врублено, ладно. Возвращаемся. У меня, получается, здесь сейчас нет никаких особо вариантов, кроме того, как пойти... Ебать синоптик. У меня, получается, нет никаких больше вариантов, кроме как пойти и похавать с ней, да? Обеденный стол. Давайте кликнем сюда и попробуем догадаться, что нам нужно сделать. Ты идешь? А, мне нужно жене сказать, что, типа, я готов? Или она сейчас сама встанет? Так, идет. Набирает воду. И пьет. Так, подожди, жена, ты что? Ты обед не приготовила, что ли? А, я должен сам все сделать? Нихуя себе пришел с работы, короче. И сам себе еще все готов, понятно. Зачем-то взял фотку, непонятно. Жена, что она забыла позвонить. Блять, у них и диалоги пересекаются между собой. Она говорит, что не ожидала дождя сегодня вечером. А эта фотография, я так понимаю, 8 лет назад была сделана, и это его жена. Хорошо. Отлично. Давайте что-ли пожрем тогда. Зачем я взял эту фотографию, непонятно. Я вообще залез сюда, чтобы взять себе какой-нибудь еды. У нас здесь есть две тарелки, пакет молока и куча всякой хуйни масла. И остальные вещи. Судочки. Молоко. Так, возьмем одну тарелку и вторую. Сейчас мне нужно вот эти две вещи выставить на стол, правильно? Вот так. Одну. И вторую. Это не она ли должна была делать? Я что-то не понял. Может быть, надо было просто ей сказать. Ладно, давай, жена. Короче, я тут поухаживал за нами. Пошли кушать, наверное. Давайте спросим, есть ли причина для такого застолья. А что она такого приготовила? Просто пирожок? Ну, хер знает. По какому случаю? Я расскажу тебе за десертом. Самое время приступать к ужину. Дай мне секундочку. Какое-то унес странное поведение. Давай пока что происходит. Малыш, это нужно починить, пока никто не пострадал. Я могу просто в шкафу запереться, как бы посидеть, и пусть она меня ищет. Вдруг я такой муж-приколист. Играю в прятки. Ну, она здесь что-то... Возможно, подарок взяла какой-то для меня. Может быть, у них годовщина, а я забыл. Картина, кровать, ящик, цветок, кресло. Со всем можно взаимодействовать. На улице виден дождь. Ебать. Лифчики, сумки, все что угодно, только... Кроме наших вещей. А где мои вещи? Буря, все ближе. Спасибо, что помог с тарелками, кричит нам жена из кухни. Давай поедим. Ну, ладно. Я вот не понимаю. Чувак пришел, он в обуви ходит по квартире, да, не переоделся, руки не помыл, ничего. И сразу за обед принимается, да? Как-то это неправильно. Он говорит, что мне нечего сейчас спросить. Ладно, давайте тогда возьмем ложку. Получается. Как присесть, чтобы начать есть? Блядь. Я нажал на ложку, он взял, забрал тарелку. Ну, пиздец, красавчик. Смотри, ставим обратно. И давайте отодвинем стул. Я правильно понимаю, это так работает? Отлично. Прикольная игрушка, мне нравится, как это все оформлено, сделано, очень интересно. Оу. Это же наши песни. Они не могли ее поставить. В смысле не могли? Вроде поставили. Кухонная тумба, нож. Раковина, что здесь есть еще? Окно, холодильник, картины. Наслаждаемся ужином при свечах. А мне тоже надо что-то нажать, чтобы начать есть? Я не понимаю. Ложка. Тарелка. Подождите, ребята, я только начал хавать. Полиция, откройте. Я открою. Давай встанем, слушай. Я из полиции, повернитесь спиной. Что? Я? Да, вы. Руки за спину, идемте. Ну-ка не дергаться. В смысле, блядь, ты че стоишь, дебил? Э, 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 блядь, какой сэр? В смысле сэр? Твою жену только что заломали, а ты, блядь. Что за странное поведение мужа? Приходит мент к ним в дом, не показывает удостоверения, ничего не показывает, просто говорит, что он полицейский, начинает заламывать ее жену, одевает на нее наручники, а этот тип просто стоит. Может быть, нужно было что-то сделать, но как бы я на него нажимал, он просто говорил, сэр, 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 блядь. А я могу как-то вырваться, блядь, че происходит? Нет, не могу уже ничего сделать. Вы арестованы за то, что восемь лет назад убили своего отца. Нет-нет-нет, ты какая-то ошибка. Заткнись, ты все прекрасно понимаешь. А теперь говори. Мой папа, вы, наверное, что-то перепутали. Не-не, в дурачку играть не надо, говори, где часы. Я не вру, не бейте нас. Охуеть. Господи боже. Что? Что, черт подери, тут произошло? А, я бы это через минуту. Так, это уже все было. Давайте тогда сразу возьмем нож, я вот пытался его взять. Отлично. Она пытается его поцеловать, и он такой, а-а-а. Я не понимаю, что у них что-то происходит. Я не знаю, только что я видел, но... Нет, я просто... Как это возможно? Он не может понять, что с ним произошло, и он до конца не врубается, что он попал в прошлое. Вентиляция. А если ножом? И что там? Нужен фонарик, наверное, да? Потому что ни черта не видно. Жена говорит, что она забыла позвонить арендодателю по поводу выключателя. Нужно починить, пока кто-то из нас не пострадал. Теперь, думаю, будет видно, что находится в вентиляции, да? Она пуста. Непонятно. Оно же у нас еще есть? Правильно, есть еще в инвентаре. Давайте посмотрим на картину. Он говорил, за какие-то часы. Я не понял, за какие часы он спрашивал. Часы, часы, часы. Возможно, в спальне есть какие-то часы. А, подожди, это не спальня. Это у нас... Туалет. И для чего это он делает? Понятно. Она говорит, что нам нужно прибраться в шкафу. Есть аптечка. Снотворная. Больше ничего не вижу. Выделяется из общего фона вот эта шкатулка, но он не хочет с ней взаимодействовать. Так, давайте тогда сразу к жене подойдем. Пускай она сама накрывает на стол, да? А полицейскому нет смысла и говорить, потому что она ничего не поймет. Давайте спросим ее о прошлом. Может быть, она расскажет нам о своем отце и о часах. Спросить о карманных часах. То есть, это карманные часы, да? Это маленькие. Карманные часы? Нет. Не припомню такого. Она морозится, да? Давайте спросим, как умер ее отец. Оу. Ну и тему для разговора ты выбрал. У него случился сердечный приступ. Это было ужасно. Спросить, убивала ли она своего отца. Что, прости? Нет. Хотя вопрос забавный. Даже смешной. Ага. Что-то она увиливает, да, по-моему? Давай еще раз спросим. Ты убила своего отца? Что за чушь ты несешь? Это какая-то головоломка? Я не играю. Скажи мне, ты убила своего отца? Да ну нет же, это не смешно. Ты меня пугаешь. Что с тобой не так? Хватит меня с этого. Если у тебя остались вопросы, расспрашивай кого-нибудь другого. Да уж. Мне сейчас не до этого, хватит с меня. А в этот раз полицейский что, не придет? Так, подожди, куда ты намылилась? Что? Какого? Эй, привет, детка. Что за черт? Да вы шутите. Пока что она не знает, что мы пришли в квартиру. А уже знает, ясно. Берем нож. Давайте полазим в кухонной тумбе еще, да? Не слышала, как ты пришел. Это самый лучший вечер. Да, кто готовил десерт? Да, я знаю. Прости, спасибо, звучит здорово. Мне нужна секундочка. Ладно. Это было грубовато, знаешь ли. Так, есть еще кухонная тумба. Но он просто к ней подходит, ничего конкретного там нет. Давайте попробуем выйти во входную дверь. Возможно, мы встретим... Эй, я наконец-то не забыла оставить запасной ключ снаружи. Ладненько. Тут есть, я так понимаю, несколько развитий сюжета, и нам нужно выяснить, что же в конце концов происходит. Одежда. Есть сур... Телефон. Это чей, это мой что ли? Так, одежда. А на саму застежку нельзя навестись. И здесь очень темно, бляха-муха. Мы нашли телефон. Давайте посмотрим, что это за телефон. И как его применить. Можно его применить к себе? Оу, гром. Я не ожидала, что вечером будет буря. Лада, а если можно ее просто зарезать? Ну вот, к примеру. Жена. Назад пути не будет. Если я это сделаю, то я навсегда останусь убийцей. Ну давай попробуем, я просто не знаю, к чему это может привести, да? Эй, дорогая. Да? Я не знаю, что я не знаю. Я извиняюсь, извиняюсь. О, фу-фу, извиняюсь. Я не... О, го... О, го... Так она еще не умерла. Может ее добить? В смысле, она же пыхтит. Ключи от дома, книга. Давайте заберем все, что у нее есть. И... Посмотрим, что это за книга. Почему я не могу на себя наводить, я не понимаю. Ну что это за книга? Только забывая, мы можем... Груз времени и по-настоящему прожить настоящий момент. Так, у нас есть сообщение. Любимый, 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 любимый. Я выхожу с работы, только что пришел. Это все можно читать, правильно? Прости, что снова опаздываю. Пообедал на перерыве. Только что пришел на работу. Фу, я это читать не хочу. Привет, солнышко, опять забыл ключи. Знаю, сам дурак. Сделаем запасную копию и спрячем где-нибудь у входа. Что-нибудь пропало? Мне кажется, квартира выглядит так же, как и раньше. Прошлая неделя. Это ее телефон, и кроме меня она ни с кем не общается, я так понимаю. Ладно. Ее мы не можем убрать, она здесь, получается, будет валяться все это время, да? Что теперь мы можем сделать? 12 минут еще не прошло, получается, да? Это полиция, открывайте. Теперь он зайдет, увидит, что у нас есть мертвая жена на полу. Посмотрим в глазок, но я открывать не буду, пускай он сам попробует выломать дверь. Да подождите, что дурак. Откройте дверь. С чего это вдруг я буду ему открывать дверь? Это, скорее всего, не полицейский никакой. Ключи от дома, ключи от дома. Только у меня один ключ от дома, а у нее целая связка. У меня есть ордер. Так а что ты в первый раз его не показал? Ордер у него есть. Откройте дверь, иначе я ее выбью. А можно открыть окно как-нибудь, я не знаю, типа поддеть ножом? Ну, хотя это тупо с этой стороны, да? Подожди, а если я сейчас мента еще пырнул? Вот, я сейчас уже приготовил нож. Так, выбил дверь, смотри, я хватаю нож и на полицейского. Ясно, с полицейским такой трюк не прокатывает, и он нас просто ушарашил. А, черт! Что? Ладно. Я находил снотворное в аптечке, возможно, теперь давайте попробуем ей налить воды. Но перед этим добавим ей снотворного. Или мы можем попробовать ее еще раз расспросить о этих часах или об отце. Так, это мы можем перематывать, что отлично, чтобы не слушать по 300 раз один и тот же диалог. Подходим еще раз к жене. О том, что день повторяется, я не буду ей говорить, возможно, у нее такие же проблемы. Просто она молчит. Давайте расспросим ее о прошлом и, например, спросим, где она спрятала часы. Детка, я знаю, что у тебя часы есть. Мне просто нужно знать, где ты их прячешь. Какие часы? О чем ты говоришь? Злобно спросить, где она спрятала часы. Детка, хватит мне врать! Где часы? За тоном последи? Пожалуйста, скажи мне, где ты их спрятала. Да отвали! Эй! Все, закончили. Спросить, почему она солгала. Что? О своем прошлом, о своем отце. Что? Я не знаю, о чем ты говоришь. А как твоего отца убили? Крети, мой отец умер от сердечного приступа. Не хочу об этом говорить. Через пару минут полицейский постучит в дверь. О чем ты? Ты можешь уйти из квартиры и рассказать ей, что полицейский обвиняет ее в убийстве? Давай попросим ее уйти из квартиры и тогда посмотрим, что он предпримет. Ты шутишь? Я столько всего приготовила для сегодняшнего дня? Он причинит нам вред, тебе нужно идти. Я одна? Ты со мной не собираешься? Я не могу, все сложно. Если тебе нужно побыть одному, мог бы просто так и сказать. Настаивать на том, чтобы она ушла из квартиры. Можешь просто подыграть? Спустись вниз буквально на пять минут. Да ладно тебе, прекрати. Ты что, издеваешься? Попросил тебя уйти из квартиры, ебаный в рот. Ну если я попрошу ее не открывать дверь, он просто ее выбьет. Рассказать, что полицейский обвиняет ее в убийстве, лучший вариант по-моему. Полицейский хочет предъявить тебе убийство, предъявить тебе об убийстве твоего отца, в общем. Моего отца они убили, ты говоришь, как псих. Ясно, рассказать ей о том, что все повторяется заново. Давай попробуем. Я застрял во времени, значит есть какой-то полицейский и теперь еще и временная петля. Да, да. Боже. Доказать ей, что день повторяется. А, здорово, давай, посмотрим, удиви меня. Что выбрать? Удиви меня, Нострадамус. Ну и что? Что выбрать, я-то не понял. Что мы можем предпринять такого, чтобы она поверила нам? Вот выключатель сейчас шизданет. Наша песня, блять, наша песня, наша песня, наша песня. В смысле, что-то еще ты что, дебил? Там же играет песня. Играет та песня, которая, она говорит, не могла бы играть. Что за бредятина ты несешь? Блять, давай скажи, что еще за окном дождь, чтобы ее убедить. Я, блять, хуй знает. Ладно. В этой комнате вряд ли что-то есть. Давайте телефон попробуем, но это вообще глупая идея. Воспользоваться телефоном ее, да? И что сказать, блять, что я писал ей? О, твоя телефон! Что за это? Не уверен. Класс. Давайте посмотрим. О, пистолет! Пистолет будет здесь ни минуты. О, окей. Я думаю, что мы посмотрим. Что еще у нас? Давайте посмотрим. Окей. Что за это, Панни? Что за это? Да, ничего, я думаю. О, окей. Доброе поговорим. Давайте попробуем еще что-то. Давайте посмотрим. Да, блять, не открывай дверь. Я же тебе сказал, что это полицейский. Ладно, давай возьмем нож. Да, это он. Давай просто посидим тихо. Может быть, он уйдет. Он не уйдет, он сейчас выбьет дверь. Да как не может быть, я же, блять, тебе говорил. Да я и не собираюсь. Без понятия, что нам делать. Давайте попробуем спрятаться. Но это тупо, блять. Что, вентиляцию, давай попробуем открыть еще раз, но вряд ли мы туда, вряд ли мы сможем спрятаться туда. Я не знаю, зачем это действие, но для чего-то оно же нужно, правильно. Можешь заставить его уйти, как интересно. Ясно, он уже выбил дверь. Так, теперь берем нож и направляем на полицейского, пока он... Ну ясно, блять, идиот. Красавчик, я его пырнул, да? Да ладно, он все равно меня отпиздил, даже после того, как я ему вонзил нож в живот. Да ну к черту. Да серьезно, что за жесткий полицейский такой. Блять, ну а как этой дури можно доказать, что... Это уже день повторяется, я не понимаю. Радио, это же та песня. Да, это я, кто еще, блять? А как ты прокрался? Это самый лучший вечер, угадай, кто готовил десерт. Ладно, давайте ее еще порасспрашиваем. Так, другие темы. Пригласить ее на танец, к десерту, причина для застолья. Давайте попробуем потанцевать с ней. Ого, да ты посмотри на себя, такой романтичный. Так, у меня просто перехватило дыхание. Вашу ручку. Я вот серьезно, постоянно думаю о том, чем можно ей доказать, что... День повторяется уже. Смотри, сейчас еще не идет дождь. Я могу ей быстро сказать за то... Блять, ну уже поздно, потому что они танцуют, блять, сейчас дождь пойдет. Я должен зайти в дом и сразу сказать о том, что день повторяется. Намекнуть ей либо на радио, либо на окно. Она скажет, да блять, какой дождь, ты чего гонишь. И тут идет дождь, понимаешь, о чем я? Все, мы закончили, пиздец. Хватит уже, может быть. Я все такой же неуклюжий. А мне нравится, как ты справляешься. Ну, его дела явно замешаны в каких-то темненьких делишках. Знаю, что часто тебе это говорю, но я люблю тебя. Я тоже частенько это говорю, но я тебя тоже люблю. Ты заметил, какой эмоциональный диапазон у них сейчас происходит? Если мы ей говорим об отце, она просто психует и уходит. При том, что если у них сейчас хорошие отношения, то это глупо, да? Что так происходит? Значит, что-то не в порядке, какое-то все равно напряжение есть. Давайте еще раз попробуем доказать ей, что день повторяется. Ага. И объяснить подробнее, хорошо? Слушай, пока я не разобрался, вот, например, если меня изобьют, я возвращаюсь к началу этого вечера. Что значит изобьют? Кто тебя сбивает? Это он, а то тот мужик. Да не важно, в общем. Я просто пытаюсь заставить тебя нервничать. Надо же, отличный пример. Теперь я совсем спокойно. Доказать ей, что день повторяется. Я докажу. Да, здорово, посмотрим. Удиви меня. Выбрать что-то в качестве доказательства. Давай посмотрим. Так, она говорит, что она в предвкушении. Сука, она, блядь, троллит с нас, я охуею. Я могу сказать, какую песню сейчас включат. Вот, да, смотри. Да в смысле, одно и то же, ты что, дура, блядь? Какие, они разные, нет? Разные песни, серьезно. Да нет никаких способов, блядь. Ебать, она прям вообще Фома не верующая, я ебу. Эм, бэм, 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 что сделать тогда? Ну вот какие могут быть варианты? Я без понятия, если честно. Может быть, ей как-то диалогом доказать, я не знаю. Кружка. Что кружка? О, ты испытываешь жажду. Жажду быть твоей? Еще как испытываю, но это не означает, что ты застрял во временной петле. Просто ты чертовки горяч. Детка, не отвлекайся, дай мне попробовать что-то еще, посмотрим, что я могу сделать. Блядь, ну это невозможно, серьезно, что ли? Что насчет вентиляции? Что там? Да, думаю, ничего. О, ладно. Мило поболтали. Посмотрим. Блядь, ну за полицейского и нет смысла рассказывать. Давайте в кровать ляжем просто и перемотаем, потому что это... Что насчет кровати? Опа, опа. Что там? Я не знаю. Круто. Посмотрим. Что насчет картины? Что там? Да, думаю, ничего. О, ладно, мило поболтали. Посмотрим. Ну вот же, блядь, он сразу заходит. Я из полиции. Поверьте спиной, понятно. Что? Я? Да, вы. Руки за спину, идемте. Не дергаться. Смотри, пока он ее заламывает, вот самый подходящий момент, его уебать. Но он сейчас ее отпустит и получается, что? Оп, она. И ничего. Да он же, блядь, он понимаешь, я три раза пытался с ним уже драться. Три раза. Три, блядь. И он не может запомнить его движение. Почему он его так жестко вырубает постоянно? Он слишком силен, я не могу с ним драться открыто, нужно найти другой способ. Например. Например, какой спрятаться, что ли? Давай сразу начнем с ней говорить и скажем о дожде. Рассказать ей, что день повторяется заново. Доказать. Выбрать и вот окно. Вот, вот оно, блядь, наконец-то. Только не забыл этот фокус повернуть с радио. Давай, ждем пару секунд и... Хорошо, лучше дождаться грома. Теперь я не могу ничего выбирать, мы как бы ей сейчас докажем. Этим действием, что все-таки да, мы что-то знаем. Или, возможно, она опять нам не поверит. Скажет, а, а ну-ка пиздони еще что-нибудь. А вот что второе выбрать, я не знаю. И что, когда начнется? Ну, вот, пару секунд. Да, мы ждем 30 секунд, тогда получается. Мы могли бы воспользоваться дождем. Например, что, блядь, вещи постирать? Я не знаю, как можно воспользоваться дождем дома. Да, сейчас у нас... Надеюсь, ты прав. Да, потому что это было бы глупо. А прикинь, сейчас вот время дальше пойдет, и мы как бы окажемся полными дебилами. По крайней мере, это не такой уж и плохой поступок, да? Если бы мы убили жену, и время дальше пошло, вот это было бы, конечно, рискованно. Хуяк, гром, да ладно, блядь, я очень говорил. О, это было страшно. Это было странно, а не страшно, видишь? Я застрял во временной петле, теперь ты мне веришь? Я хотел сказать, что это было впечатляюще, но... Мне нужно нечто большее, чтобы поверить в твою историю. Ну, конечно, блядь. Я ебал. Радио. Радио. Я могу сказать, что это будет играть. Они играют同じ вещи. Понятно, радио не катит. А что мы можем... Выбрать еще полицейский? Так, она сказала, что если появится коп, то она мне поверит. Но что-то мы еще должны сейчас сделать, да? Чтобы ее впечатлить. Аптечка. Снотворно. Я не знаю, зачем его брать. Ванной ничего нет, под ковриком ничего нет, окно, раковина. Ну вот же мент идет уже. Отойди и дай мне выйти, пожалуйста. Ждем полицейского, тогда давайте попробуем еще раз. Да что насчет ножа? Я просто серьезно не могу врубиться. Чем еще можно ей доказать, что мы как бы путешествовали во времени, да? Значит, нам нужно сначала проверить вещи, которые мы можем. Нужно найти сначала вещи, которые мы можем ей доказать тем, что мы были в прошлом. Но сначала для этого нам нужно их определить самим. Давайте тогда сейчас подождем на полицейского, да? И тогда она сказала, что мне поверить, тогда ждем, что ли? Сдаваться я не хочу, потому что, возможно, это не сработает. Давайте просто ждать. Вот, 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 вот. Смотри, полицейский идет, полицейский идет. Блядь, ну ты молодец, просто гениально. Надо было в этот прям момент, когда он надевает на нее нарущики. Но у него же руки, как бы, не свободны. Блядь, ну какой ты дебил, ну какой ты дебил, блядь. Ребят, да он еще и ствол достал. У него прям юшка хлещет из... Грудины, а он меня стреляет, понимаешь? Я в норме, черт, черт, черт. Ну давайте тогда, ребятушки, на этом закончим. Если тебе понравилось видео, нажимай на колокольчик. Ставь лайк, пиши комментарий. Если не понравилось, ставь дизлайк. А продолжим мы в следующий раз, потому что оставим что-то интересненькое, наконец, да? То есть, если мы сейчас все попробуем, то не будет интереса продолжать смотреть, что еще есть интересного в этой игре. Мне, в принципе, игрушка понравилась, она интересная. Развитие событий тут есть. Непонятно, насколько она долгая. Но явно не такая быстрая, как может показаться на первый взгляд. Спасибо большое, что заглянул, что посмотрел. Увидимся в следующих видео. Всем до встречи. Всем удачи, ребятушки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok